Друзья, всем привет! С вами канал MMA Review и сегодня у нас на повестке дня возвращение Робби Лоулера по прозвищу Безжалостный против Бена Аскрина, который дебютирует в лучшем промоушене мира. Лоулер залечивал травму колена, Аскрин уже мысленно побил Робби и смотрит в будущее. Но такой бой все же никак нельзя пропустить. Уверен будет зрелище, да и по другому с Безжалостным не бывает. Поехали к разбору. Бен Аскрин, американец, ему 34 года. Бывший чемпион Беллатера и бывший чемпион Ван Чемпионс. В 2017 году завершил карьеру, но получив предложение от UFC, с удовольствием решил вернуться. Плюсы бойца это высокий уровень борьбы, грэпплинга и хорошая кардиоподготовка. Аскрин провел 19 боев за карьеру, имеет 18 побед, 11 досрочных и один бой является безрезультатным. Робби Лоулер также представляет Америку. Ему 36 лет. Носит прозвище Безжалостный и совсем не просто так. Его поединки никого не оставят равнодушными. Он показывает жесткие брутальные битвы и дерется всегда как в последний раз. В последнем бою, достаточно сильно травмировав колено, потерял темп поединка и проиграл Рафаэлю Досаньесу единогласным решением судей. Плюсы же бойца это сила, ударная техника, отличная скорость и работа руками, нокаутирующая мощь и хорошая защита от тейкдауна. Лоулер провел 42 поединка за карьеру, одержал 29 побед, из которых 21 победа была нокаутом. При 12 поражениях и один бой безрезультатный. Теперь же сравнение и начнем с антропометрии, где Робби немного превосходит Аскрина в росте, размахи рук и размахи ног. Аскрин же младше на 2 года и в принципе больше отметить нечего. Теперь же переходим к поединку в партере, где можно явно отметить превосходство Аскрина. Он явный борец и только борец. Ударка у него нулевая, а нокаут в стойке от него это вообще что-то за гранью возможного. Но переводить, удерживать на конвасе или выходить на какой-то либо прием это его все. Робби же борьбой и вовсе не пользуется, но как сам отмечал, если он не пользуется навыками в партере, это не значит, что их нету. Всю карьеру он тренирует борьбу ровно так же, как и ударную технику. Выбирая фаворита, все же как ни крути, в борьбе будет, думаю, лучше Аскрин, так как борьба это все, что он может. Но самый главный вопрос, сможет ли Аскрин что-то противопоставить топовой оппозиции UFC со своим партером? Лоулер же так же обладает отличной защитой от тейкдаунов, залежать его не получится и сабмишином он не проигрывал уже более 7 лет. Теперь же переходим к следующему аспекту, но о партере мы еще немного поговорим. Касаясь же поединка в стойке, тут же без проблем понятно кто фаворит. Аскрин же вообще в стойке ничего не показывает, его ударная техника равна примерно уровню боксерской вечерней группы здоровья, и он вряд ли захочет поразмениваться с лоулером. Робби же сумасшедший ударник, обладает высоким уровнем бокса, тайского бокса, любит размениваться, любит рубиться и идти вперед. В итоге же скажу, что в этом аспекте фаворит конечно же Лоулер, и лично я буду надеяться на то, что Аскрин задержится хотя бы на пару минут в стойке. Мой прогноз это победа Робби Лоулера. Да, конечно же я за него дико топлю, и это мой любимый боец, но так же я могу это и аргументировать. Во-первых, Лоулер панчер, и у панчера всегда есть шанс. Во-вторых, Аскрин не сталкивался даже и близко с оппозицией, с которой сражался Лоулер. И в-третьих же безжалостный в два раза опытнее, и на три раунда его более чем хватит противостоять прессингу Аскрина. И самый главный вопрос, сможет ли Робби защищаться от тейкдаунов Аскрина? Если же пару проходов у Бена не пройдут, то для него все будет кончено. Так же мы не видели Аскрина, когда по нему хорошенько попадают, и как он себя будет чувствовать, если получит парочку заряженных ударов от Лоулера неизвестно. Но лично я надеюсь на то, что мы не увидим скучный бой, когда борец будет залеживать ударника все три раунда. Поэтому максимально верю, что Лоулер готов и сможет противостоять тейкдауном. Пишите в комментариях, как вы считаете, пройдет этот поединок. Кто же по-вашему победит в этом поединке? А у меня же на сегодня все. Ставьте Лоулера, если ждете этот бой, и обязательно подписывайтесь. Всем мир и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok